Дмитрий Рукавишников вернулся на малую родину. Прямо с дороги его встретили товарищи по оппозиционному движению. Место встречи – знаковое – центр города у памятника борцам революции. В результате последних событий Дмитрий и сам стал в Иванове своеобразным героем оппозиции – борцом революции. Я просто попав в учение, я понял, что у меня достаточно много было людей, с которыми я вместе сидел. И я убедился, что до того, как я попал туда, я узнал, что у нас правосудие, оно, так скажем, хромает. И дождешься, и видел, и читал о том, что людей с офисированным объявлением, с обвинением сажают в тюрьму и так далее. Но я всегда считал, что это связано либо с политической деятельностью кого-то, компетентного человека, либо с бизнес-деятельностью, то есть с бизнесом отжать, если человеку могут запрыть. Я увидел огромное количество примеров, когда люди оказываются в тюрьме, те, которые не занимались ни политикой, ни бизнесом, просто оказались в то время на их месте. В заключении Дмитрий провел около 9 месяцев. Все это время друзья и даже совсем незнакомые ему люди писали письма поддержки, пикетировали за его освобождение. Естественно, все надо ходить в заключении, все эти вещи, они очень важны. Понимать то, что там, то, что они делают, то, за чего я оказался в таком месте, что это все не бесполезно, не бессмысленно. Конечно, единственное, что хотелось бы более активной жизненной позицией от людей. Теперь тяготы заключения позади, однако месяцы пребывания за решеткой не погасили в Дмитрии огонь революции. Наоборот, теперь он видел всю несправедливость системы изнутри, своими глазами. А значит, уверен бывший узник Болотный, нужно продолжить борьбу за свободу. Ведь такое может произойти с каждым. Наталья Романова, РТВ Иванова.